Не учите меня жить, лучше помогите материально. Крылатая фраза из кинофильма «12 стульев» и гениальная чушь. Я помню, что я любила эту фразу в детстве, в детстве, в молодости, когда родители пытались меня чему-то учить. Я эти советы не принимала, а просила просто дайте мне денег и отстаньте от меня. И с высоты уже своего опыта я сейчас наблюдаю за таким интересным моментом, что мы интересные люди, мы обращаемся к специалистам по мелочам, хотя можем это делать сами. Например, девочки, мы все прекрасно можем сами себе сделать маникюр, но предпочитаем пойти к специалисту, который сделает это быстро, качественно и красивее. Мальчики, вы, скорее всего, будете идти на мойку и помоете машину там, потому что есть хорошее оборудование, более тщательно это все сделает. А вы в это время можете решить какие-то свои бизнес-проблемы, вопросы или что-то другое. Но когда дело касается жизни вообще как таковой, мы привыкли это решать все сами. И настолько мы к этому привыкли, что мы живем в проблемах и не замечаем, что уровень жизни, уровень счастья, уровень вашей свободы может быть намного выше, если вы обратитесь тоже к специалисту. Такие специалисты есть. Они называются лайф-коучи, менторы. По-русски это наставники. И я одна из них. Что делаю я? Я помогаю вам изменить ваше сознание, а также его расширить, поменять вашу картину мира, чтобы вы посмотрели на свои проблемы совершенно по-другому и наконец-то увидели, как их решить. У Альберта Эйнштейна, моего любимчика, есть прекрасная фраза, что проблему невозможно решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Ещё раз, проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. А что мы делаем в жизни? Мы пытаемся решить свою проблему на этом же уровне сознания. Для того, чтобы выйти на другой уровень сознания, вы должны обладать определёнными инструментами. И этими инструментами я с вами охотно поделюсь. Давайте я вам расскажу про эти инструменты, которые использую лично в своей жизни и уже в профессиональной. Первый инструмент — это работа с причинно-следственными связями. Когда вы чётко понимаете, что из-за этого происходит вот это, а из-за этого происходит следующее, тогда вы чётко понимаете, что вам делать, чтобы получить какой-то результат. Если в вашей жизни присутствуют такие проблемы, как грабли, на которые вы постоянно наступаете, значит, вы хотите старыми методами выйти на новый какой-то уровень жизни, а не получается. Нет, так не получится. Нужно отследить причинно-следственные связи, размотать этот клубок, где он начался, и по-новому пойти, по новой дорожке. Следующий инструмент, который я тоже обожаю, это работа с убеждениями. Дело в том, что убеждения в целом формируют вашу картину мира. То, как вы видите себя, то, во что вы верите, то, на что вы опираетесь. Как в Библии говорится, каждому поверь. Как Генри Форд сказал, если вы думаете, что можете, если вы думаете, что не можете, в обоих случаях вы правы. Вдумайтесь в эти фразы. То есть, оказывается, если вы меняете свои убеждения, то жизнь меняется, можно сказать, практически сама, автоматически. Вы даже ничего не делаете. Вы просто уже живёте по каким-то другим законам. Возвращаясь к предыдущей теме, вы выходите на другой уровень сознания, где работают другие законы, где всё движется по-другому. Естественно, ваша жизнь тоже идёт по-другому. Следующий инструмент — это всевозможные медитации. На любой запрос, на любую проблему, на любую вашу мечту или желание можно подобрать медитацию. Медитация тоже помогает менять ваше сознание. Она даёт вам ресурс, если у вас нехватка энергии. Она даёт вам вдохновение, если вы перестали верить в себя. Она даёт вам фокус, если вам нужно чётко идти к своей цели. Я обладаю обширным опытом в медитации уже больше 10 лет. Сама практикую на ежедневной основе медитации по запросам в своей жизни и охотно делюсь этим на своих сессиях с клиентами. Ещё один... Боже, у меня все инструменты любимые. Тоже любимый инструмент. Это самогипноз. Это суперофигенная штука, которая происходит вне зависимости, хотите вы это или нет. Вы занимаетесь самогипнозом круглосуточно. Все мысли, которые вы говорите о себе, ой, какой же я непутёвый или непутёвая, ой, какой я удачливый или удачливая, всё формирует вашу уверенность, ваши какие-то действия, которые приводят к определённым результатам. И вот эти голоса внутри вас, как вы сами с собой говорите, они и формируют ваши решения иногда, вашу решительность иногда, вашу открытость к чему-то новому, вашу гибкость мышления. Но зачастую у нас самогипноз основан на каких-то травмах детства, где мы зациклились на каком-то негативном образе себя и несём его с собой в течение жизни. Плюс подпитывается что-то извне, вам что-то сказали родители, друзья, коллеги, и вы в это верите. Это и есть уже гипноз извне. Мы же будем с вами осваивать тот самогипноз, который будет поддерживать вас в трудную минуту или вдохновлять, или любые ваши другие желания и цели исполнять. И ещё мне нравится работать с теми, кто готов и открыт к этому. Это не для всех, скорее всего, но это то, что мне очень нравится. Это моё личное увлечение, но оно мне тоже помогает в жизни, и я с удовольствием хотела бы делиться этим и на сессиях. Это такое экзотическое решение ваших проблем посредством сновидений, анализа и разбора, и осознанных сновидений. Дело в том, что во сне у вас как бы есть прямой доступ к вашему подсознанию. И когда вы его считываете, то не надо выходить к психологам, можно вот уже посмотреть, что у вас там находится. Но нужно научиться расшифровывать язык снов. А если вы захотите освоить осознанные сновидения, то ещё и управлять с нами, тогда в вашей жизни это будет как бы карта, которую вы можете следовать, когда вы принимаете какое-то решение, когда вам нужно к чему-то подготовиться, когда вы растеряны. Можно задавать вопросы своему подсознанию. Много чего можно делать. И это ещё будет у вас одним инструментом. Итак, с каким запросом вы можете прийти ко мне на сессию? Это может быть решение какой-то проблемы, с которой вы не можете никак справиться. Вы обращаетесь к узким специалистам, допустим, к врачам, косметологам, фитнес-тренерам. Но почему-то или проблема возвращается, или специалисты, вот ещё очень хочу ваше внимание обратить, говорят, что «Ну всё, вот такой у вас диагноз, и с этим уже ничего нельзя поделать». Пожалуйста, не останавливайтесь, пытайтесь дальше расширить своё сознание и всё-таки найти других специалистов и решить свою проблему. Но на сессии мы смотрим на ваши убеждения, мы смотрим на причинно-следственные связи, те инструменты, которые я ранее упомянула, и разбираем, что же не так в том, что вы делали, и что нужно сделать так, чтобы прийти к какому-то результату. Также, если у вас есть уже чёткое понимание, что вы хотите, есть план, но не хватает дисциплины, не хватает силы воли, не хватает какого-то инструментария, который помогал бы вам реализовывать эту цель. Опять же, есть какое-то ощущение нехватки времени или ресурсов, но вы чувствуете, что это какой-то внутренний самообман. Мы это всегда ощущаем, когда мы себя обманываем, себя. И вы всё-таки понимаете, что можно это сделать. Приходите ко мне, с дисциплиной у меня просто идеально, но также используя специальные стратегии, которые помогают вам постепенно, пошагово идти на пути к своей цели. Я вас буду поддерживать, не дам вам упасть, но не расслабляйтесь. Конечно же, основную работу делать вы будете сами. Ну а если вашими наивысшими ценностями являются счастье и свобода, тогда добро пожаловать на мою авторскую программу «Древо жизни», где мы постепенно проработаем все сферы жизни, такие как физическое тело, эмоциональное, ментальное, проработаем все виды отношений, отношения с собой в первую очередь, с близкими, с родителями, с партнерами, с детьми, с друзьями, близкими, с планетой в целом, а также сферу реализации своего потенциала, начиная от выбора профессии, если вы стоите на этом пути развития, или же на продвижении себя и на реализации именно своего потенциала, а не навязанного кем-то. Для этого каждую сферу жизни мы прорабатываем по определенной системе. На выходе вы получаете конкретный план, по которому вы действуете. Естественно, это почему «Древо жизни», потому что всё-таки это такая жизнь, это органика, это не какая-то жёсткая структура, вы будете что-то менять, добавлять, оптимизировать, но у вас будет направление, у вас будут инструменты для реализации всех сфер жизни. И это даст вам, конечно же, счастье и свободу. Я искренне хочу, чтобы вы не доводили свою жизнь до отчаяния, а позволили себе новую яркую жизнь прямо сегодня и встретились со мной. Все контакты вы найдёте в описании под этим видео. Также хочу обратить ваше внимание, что у вас будут некие бонусы от такой работы. Дело в том, что все инструменты, которые мы будем использовать на наших сессиях, вы можете применять дальше в своей жизни, а также помогать своим детям, близким, всем, кто вам дорог. И ещё один интересный бонус. Если вы изучаете английский язык и у вас уже продвинутый уровень, то мы можем проводить наши сессии на английском языке. У меня был уже прекрасный опыт, когда мы уже всё выучили с моими студентами, я имею в виду английский язык, и уже просто перешли на speaking, где они решали свои проблемы. Давайте я немного расскажу о себе. Меня зовут Надежда Сополева, и я хотела уже профессионально стать лайф-коучем в сентябре 2022 года. Но события февральские этого же года, война в Украине, в которой я сейчас живу, подстегнули меня делать это раньше. Дело в том, что именно в таких жёстких условиях проявляются все наши наработанные качества, которые я увидела в себе. Я увидела, как работают все инструменты, которыми я пользовалась, и насколько хуже было людям, которые себя не прокачивали эмоционально, морально, физически, в любых сферах жизни. И как-то случайно у меня получалось очень часто помогать близким, поддерживать их и случайным знакомым. Я поняла, что это сейчас очень важно. Я хочу помогать, особенно украинцам сейчас, чтобы мы могли выстоять, дождаться победы и дождаться в ресурсе, чтобы потом всё-таки радоваться жизни, а не разгребать всю психосоматику, которая накапливается под грузом стресса, который мы сейчас испытываем во время всех военных действий. Поэтому я начала свою деятельность уже летом прошлого года. У меня уже есть прекрасные результаты. И я хочу ещё больше помогать людям, большему количеству людей. Поэтому мне захотелось рассказать о себе, о своих инструментах, которые я использую, чтобы вы ближе познакомились со мной, узнали меня благодаря этому видео. И если надо, поделились со своими друзьями.